Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Голос поколения. В Подмосковье стартовал молодежный форум «Территория смыслов». О новых правилах приема иностранных абитуриентов рассказали в российских вузах. В Болгарии отметили День семьи, любви и верности. А теперь более подробно об этих и других новостях. Молодые специалисты, студенты и волонтеры со всей России вновь встретились на образовательном форуме «Территория смыслов». В ежегодном проекте участвуют победители олимпиад, конкурсов, а также представители активных молодежных сообществ из разных регионов страны. Для них работа на форуме – это возможность получить новые знания и развить свои профессиональные компетенции. Эта уникальная площадка уже успела хорошо себя зарекомендовать. Ежегодно на форум приезжают тысячи талантливых и молодых жителей России, чтобы заявить о себе и добиться новых высот в карьере. Сделать правильный выбор и получить ценный опыт им помогают ведущие российские модераторы и эксперты. Подобные встречи имеют особый смысл. Смысл заключается в том, что мы живем с вами в одной свободной стране и все мы должны очень крепко подумать, какие ценности нас объединяют. Вы здесь, мне кажется, для того, чтобы как раз найти общее, то, что объединяет всех нас, все регионы Российской Федерации. Образовательный форум «Территория смыслов» проходит уже в седьмой раз. В этом году принимает участников подмосковный город Солнечногорск. Здесь в мастерской управления «Сенеж» пройдут пять тематических смен, каждый из которых объединят главные вызовы современности. Открыла учебную программу смена «Голос поколения». Это новый проект для государственных и муниципальных служащих, которые отвечают за развитие молодежной политики по всей России. По итогам смены все творческие команды представили свои работы на Всероссийском конкурсе проектов. К присуждению грантовых средств были рекомендованы 22 работы на общую сумму более 10 миллионов рублей. Необходимо уходить в муниципалитеты, необходимо уходить в малые города, необходимо уходить там, где молодежь постоянно проводит свое время. Надо перестать работать только с той избранной частью молодежи, которая одни и те же, значит, как тучка такая ездит на одни и те же форумы и постоянно представляет как бы молодежь всей страны. Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» продлится до 12 августа. Присоединиться к лекциям и панельным дискуссиям можно также в онлайн-режиме. Вся информация о проекте доступна на официальном сайте территориясмыслов.рф. 18 тысяч иностранных абитуриентов в этом году готовятся к поступлению в российские вузы. Однако для многих студентов новый учебный год начнется в дистанционном формате. Почему отечественное образование пользуется популярностью за рубежом и откуда приезжают учиться в Россию, разберемся в следующем сюжете. Государственный институт русского языка имени Пушкина каждый год принимает новых абитуриентов из-за рубежа. Здесь, на филологическом факультете, обучаются студенты из Сербии, Болгарии, Китая и других стран. Многие из иностранцев начинают готовиться к поступлению заранее. Подготовительный факультет института помогает ознакомиться с будущими дисциплинами и выучить русский язык. Вукашин в этом году закончил бакалавриат. Он родился в Сербии и приехал в Россию 18 лет. О времени, проведенном здесь, выпускник вспоминает с настоящей любовью и теплом. Институт очень быстро стал для него вторым домом. У меня была учительница в гимназии русского языка, которая посоветовала институт Пушкина, потому что это один из лучших институтов для иностранцев, которые хотят заниматься русским языком. И вот так случилось, что меня выбрали. Я приехал сюда. Сначала подготовительный факультет на один год. И потом 4 года бакалавриат учился. И вот недавно получил диплом с отличием. Очень приятно. Ежегодно прием иностранных абитуриентов – это длительный и серьезный процесс. Все заявки от желающих регистрируют через специальную систему Россотрудничества, а затем передают в Министерство науки и образования Российской Федерации, где студентов распределяют в разные вузы страны. Известно, что в этом году учиться в Россию приедут 18 тысяч иностранцев. У нас контингент состоит, условно говоря, из двух категорий обучающихся. Это те студенты, которые подали документы и прошли конкурсный отбор через квоту Министерства образования Российской Федерации. И, соответственно, мы их называем бюджетными, условно говоря. Те, кто получают стипендию и учатся за счет государства. И студенты, которые обучаются на коммерческой основе, то есть сами платят за свое обучение. Для нас традиционные страны – это Китай и Вьетнам. Сейчас добавляются страны африканские. У нас появились из Конго студенты. И страны Европы чаще всего – это славянские страны, Сербия, например. Министерство образования и науки планирует начать учебный год во всех высших учебных заведениях страны с 1 сентября. Занятия будут проходить в смешанном формате с применением дистанционных технологий. Принять участие в акции «Мультпривет» приглашает Почта России совместно с киностудией «Союзмультфильм». Гости Московского центра «Союзмультпарк» на ВДНХ смогут отправить свой теплый привет и открытку с любимыми героями в любую точку мира. Акция стартовала в День работников почтовой связи и продлится до 18 июля. Серию из 10 открыток с персонажами из знаменитых мультфильмов «Малыш и Карлосон», «Простоквашина», «Ну погоди» и других известных кинолент студии «Союзмультфильм» подготовили работники Почты России. Уже сейчас сотни ярких и веселых открыток разлетелись по всему миру. Успеть принять участие в этой акции можете и вы. Послание с мультприветом нужно отправить через фирменный почтовый ящик Почты России, который установлен в фойе мультимедийного центра «Союзмультпарк». Почтальон забирает новые открытки каждое утро. Акция продлится до 18 июля. В День семьи, любви и верности в русском центре города Старозагора прошел урок семейного воспитания. Дети узнали об истории покровителей этого праздника и главных традициях. В России этот праздник отмечают 8 июля, в тот день, когда русская православная церковь вспоминает о святых Петре и Февронии, которые еще в Древней Руси считались покровителями семьи и брака. На тематическом уроке в русском центре дети узнали об истории этого праздника, а также рассказали о главных ценностях в своих семьях и поделились мнением о том, как должны выглядеть современные семейные традиции. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете прислать по адресу новостей.рм.собака.yandex.ru До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин